добрый вечер уважаемые зрители я попробую сейчас вот новый формат такое общение то есть приходят вопросы свеженькие я буду ставить на заставку видео и отвечает сразу то есть на заставку буду ставить их для того чтобы не было такой анекдотичной ситуации как там ролики ходят по интернету кто тебя спрашивает вы меня спрашиваете действительно интересуются скажем так вот у меня был в плейлисте как накачаться то есть ссылки будут и в описании и в конечных заставках но вот у меня было видео 2 от 2 до 10 упражнений для того чтобы стать по-настоящему сильным и вот александр физкультурник написал здравствуйте как правильно сочетать эти 10 упражнений своих тренировках ну опять же вот там в этом плейлисте значительно больше различных видео если бы человек их всех посмотрел возможно у него не было бы лишних вопросов по поводу того как планировать свои нагрузки как сочетать эти упражнения я просто выделил основные упражнения в силовом спорте наиболее эффективные и в принципе которых вполне достаточно для того чтобы стать очень подготовленным физически человеком притом не только все 10 а и выборов или два там это тяжело атлетико рывок толщок или три там это пауэрлифтинг ну и так далее ну посмотрите кому интересно это видео я там более подробно про все это рассказывал теперь о том как сочетать вообще упражнение планируют свои тренировки вы вообще не из того как бы не с того конца опять заходите то есть если рассказал о 10 наиболее эффективных с моей точки зрения упражнениях то это совершенно не значит что надо сразу одновременно в одном периоде времени делать их все и вообще программы тренировок ну грамотными людьми так не составляют то есть вы должны определиться с тем что вы хотите вообще какой вы результат хотите видеть чего вы хотите достичь и вот в этом направлении действовать ну естественно соответственно искать профильных специалистов изучать технику учиться правильно делать это упражнение и уже исходить в своих программах и в подборе подсобных упражнений именно поставленные тренировочные задачи ну просто я бродил по разным видом спорта и у меня было время изучить и технику тяжелой атлетики ну естественно базовая базовые навыки это именно школа советская тяжелоатлетическая вот потом естественно если вы делаете классические упражнения вы потом сможете правильно делать что угодно а вот и ну с небольшими корректировками это касается и пауэрлифтинга там это касается и того же гиревого спорта хотя везде свои нюансы есть ну и далее вы уже от этих базовых навыков можете плясать дальше естественно армрестлинг там совершенно своя специфика требуется определенные упражнения не похожие ни на что которые именно направлены на разностороннее развитие предплечье и на разностороннее развитие охвата но армрестлинг это уже единоборство а вот бодибилдинг это другая тема я ее здесь не имел в виду то есть у меня все про то как стать сильным про то как стать красивым я видео не снимаю вот хотя все серьезные бодибилдеры и все кто на себя обзор обращал и зарубежные и наши они шли от тяжелого базового тренинга это касается и сергея шелестова который мало кто знает но является мсмк а пиев по пауэрлифтинг я с ним на помосте встречался и на одном пьедестале стоял а вот это касается и александра федорова который показывает очень серьезно силовые результаты это касается и михаила сидорчева который пришел из пауэрлифтинг который также является мастером спорта международного класса изначально по пауэрлифтинг а потом уже он оттуда пришел в стронгмен и потом в бодибилдинг и в общем можно этот список продолжать все время вот поэтому все-таки определитесь сначала что и для чего вы делаете а потом под это выбирайте уже упражнения из моего списка всем удачи всего доброго